Эти кадры сняты в декабре прошлого года. За несколько дней обильный снегопад засыпал все дороги и парализовал движение транспорта. А это июль 2010-го. Температура воздуха тогда достигала 42 градусов по Цельсию. Зимой и летом погоду в регионе метеорологи называли аномальной. Знатоки народных примет с интересом наблюдают, какие сюрпризы преподнесет осень. Пенсионерка Клавдия Ивановна Шкалеренко говорит, что не доверяют прогнозу погоды по телевизору, потому что он всегда менее точно, чем ее собственный. Женщина несколько десятков лет содержала огород и за это время научилась распознавать язык природы. По всем приметам, осень в этом году будет очень теплая и сухая, но недолгая. Снег пойдет уже в конце ноября. Если много желтых листьев на деревьях, значит будет ранняя осень. А у нас сейчас зеленые листья, значит будет поздняя осень. Погода будет теплая. Если мало паутины, то будет сухая осень. А на деревьях, ну сейчас же вот и паутины не видно почти, значит будет сухая осень. И хотя сейчас летающей в воздухе паутины практически нет, особенно нужно присмотреться к ее наличию завтра. Именно 14 сентября, семен день, его традиционно считают началом бабьего лета. По нему и определяют дальнейший осенний прогноз погоды. По народным приметам, бабье лета начинается с завтрашнего дня и заканчивается 21 сентября. Все это время будет теплая погода, однако по завтрашнему дню можно будет судить о погоде на всю осень. Если завтра будет солнечно, такими же будут и первые два месяца осени. На уроках природоведения школьники тоже учатся разгадывать загадки природы. По словам преподавателя Анны Задорожной, бабье лето уже наступило. И этой осенью таких теплых периодов будет несколько, с перерывами на недолгие холода. 19 сентября, по народным приметам, всегда идет похолодание. Это Михайлов день. Так что всем людям и нашим малышам нужно приготовить рукавички, перчатки, курточки и сапожки. Встречаем похолодание. Метеорологи же утверждают, прохладными будут только ночи, и то во второй половине октября. Погода в сентябре и октябре будет солнечной и сухой. В эти месяцы дневная температура воздуха будет достигать 19-20 градусов, начиная до 13. Большинство дождей, приготовленных природой для этой осени, уже прошли в начале сентября. Владимир Новосад, начальник отдела экологии Макеевского городского совета. Также в его обязанности входит каждый день следить за погодой. Говорить сегодня об аномалиях говорить не приходится. Особых показателей, которые дает наша городская метеостанция, давление, влажность, температура, и сопоставляя их с состоянием атмосферного воздуха, которые нам дают гидрометцентр, в общем-то ситуация более-менее, можно сказать, благополучная. В этом году погода в октябре и ноябре будет во многом напоминать сентябрьскую. И если прогнозы сбудутся, это будет самая теплая осень за последние несколько лет.